давайте ладно ладно я лучше успокойтесь я я не вылечил рак что вы я скромный был бы если бы не знал что скромностью украшаются только те кому себя украсить больше нечем меня зовут эльдар лясович зинуров я занимаюсь доказательной психологией верю только в то что можно увидеть глазами услышать ушами потрогать руками или пересчитать кошельке именно это я предлагаю своим клиентам специализируясь на отношениях человека самим собой и я в этом крут можете почитать отзывы или спросить тех людей которые меня знают но я понимаю что каждый раз всегда есть какой-то человек который видит меня в первый раз и из чего надо начать каждому человеку чем бы он не занимался надо доказать что ты не верблюд потому что по факту 9 из 10 психологов это унылое говно 99 99 коучи из тысячи еще хуже и справедливо почему стоит послушать меня потому что сегодня буду рассказывать то что вы не на другу не на гуглите в интернете я занимаюсь наукой компании моделированием каждый год я посвящаю изучению какой-то определенной темы и полтора года назад я завершил семилетние исследования об эмоциональном выгорании первую очередь я ученый и уже потом предприниматель потому что никто меня не спонсирует к сожалению и коуч который предлагает вам свою помощь вы можете обратиться ко мне если вдруг у вас есть что-то что вы самостоятельно закрыть не можете и с моей помощью вы сэкономите 5-7 лет жизни за полтора часа то есть вы все люди умные ни у кого из вас нет проблемы с тем чтобы что там не знать вы много чего знаете я об этом уверен проблем не то что что-то не знаете а в том что вы со всеми своими знаниями ни хрена не делаете у каждого из вас есть целый список идей которые можно внедрить ваших бизнесах здоровье гардеробе отношениях с мужем или с кем-нибудь еще и вы это знаете не первый день и не первый год ну или толку что вы это знаете не переоценивайте пожалуйста знания да сегодня вам расскажу что-то новое что-то интересное но не надо переоценивать контент сам по себе вот он первый контент не надо переоценивать контент знать уметь не одно и то же уметь и уметь хорошо совсем разные вещи уметь хорошо и делать это тоже не совпадает умеет знать уметь хорошо делать и получать результат который бы тебе радовал тоже никто тебе ничего не гарантирует я во многом циник скептик и прагматик и как и любой терапевт с богатым опытом работы очень богатый бэкграунд помимо того что каждый день на протяжении последних 5 лет провожу 3-4 консультации личные плюс у меня еще коуч сессии где не у меня примерно 15-30 контактов глубоких когда в каждого надо вникнуть и вспомнить с чем ко мне обращался год назад вникнуть его ситуацию быстро ему на голосовушку задиктовать отправить и следующий к чему это начал я уже забыл давайте поиграем стендап проиграть окей спонтанное свойство здоровой психики здоровых нет но сегодня поговорим про четыре ключевые фактора которые обеспечивают успех в любом деле если у вас есть некая неудовлетворенность собой своей жизнью то это абсолютно нормально естественно потому что невозможно быть довольным собой если ты недоволен своей жизнью и невозможно быть довольным своей жизнью если есть претензии к себе это состояние называется кризис личности и жизни или фрустрация когда имею желание купить автомобиль но не имею возможности имея возможность купить козу но не имею желания вот эта фрустрация то есть что имею не ценю не радует а то что хотел бы того у меня нет и самостоятельно достичь не получается а же все вспомнил жестокая и отрезвляющая правда в том что если твоя жизнь не идеальна ты знаешь недостаточно успокойся смирись и не выёживайся ну или вы же выёживайся дальше и продолжай стареть абсолютно в том количестве привычных тебе результатов и положений дел в твоих отношениях своими деньгами своим здоровьем своим бытом потому что мы день ото дня не молодеем вчера я проводил очередной вебинар а да я еще каждый виду несколько прямых эфиров закрытых и открытых и один товарищ спрашивает а как двигаться по жизни к целям если нет мотивации то здесь взять мотивацию во первых я не верю в мотивацию мотивация это манипуляция сама мотивация это сама манипуляция если тебе нужна мотивация то даже если ты найдешь она тебе не поможет да и потом скоро сдохнешь какая тебе еще нужна мотивация скоро сдохнешь и не важно сколько дней в твоей жизни важно сколько жизни в твоих днях банально но правда в этом году у меня было четыре прикосновения смерти я закрою сейчас окно да потому что первое как раз таки это был очень тяжелый к вид его последствия когда я пошел на консультацию здесь на мир поставил себе перед этим укол протягиваю руку говорю здрасьте смотрю мне рука красная смотрю у меня вся джинсы вот это кстати протекла до колен короче кровь четыре часа шла не останавливайся поскольку раньше я занимался в общем я в курсе что так можно умереть незаметно для себя потому что истекаешь кровью и просто в 1 1 засыпаешь это может пройти за рулем или когда ты дорогу переходишь этого это все уже было или прошло бог с ним последний раз у нас было прикосновение смерти как раз кайратами он про это рассказывал когда мы на ведьминой горе нашли медведя медведь был классный такой я думаю опа и что делать причем сколько раз я ходил куда-нибудь туда где нет связи один я не всегда даже костер зажигаю и ни разу нож из чехла не доставал я обычно веду себя тихо но кайрат говорит блин тут медведи есть я буду успокойся ты в итоге короче я думаю что то он виноват уже мельчить на нас сколько лет я один ходил никогда никакой медведь на меня не выходил ни днем ни ночью а тут с кайратом пошли и вот макара тут умный парень мы там нашли банку набили листьями подожгли чтобы дымом медведя пугать а зажигалка перестала гореть медведь за полторы секунды он убит он на 30 метров за полторы секунды от меня убежал от медведей не убежишь тем более у меня было 25 операций в жизни я у меня есть билет на замену суставов уже два года назад пока хожу я решил не торопиться я немножко устал от больниц я в них провел два года своей жизни ну и чтобы понимали еще немножко меня когда восемнадцатом году после 127 дней в больнице безвылазно я вышел оттуда я с аппаратом или зарова залез на розовую скалу вместе на костылях и со своими друзьями потом я туда ушел один без друзей тоже на костылях и без аппарата или зарова а вот теперь вы выиграли в стендап спасибо это рассказываю и лишь об похвастаться потому что этим я уже хвастался об этом писала комсомолка об этом писал вся уфа и кто-то еще это это уже прежнее достижение мне нужны новые как и вам какие бы успехов ты не достигал какие бы проблемы ты не решил какие бы победы ты не одержал все в прошлом похер что было раньше победы поражение в задницу не важно что было раньше всем клиентам я говорю одно и то же вот что у тебя было раньше абсолютно насрать все слишком переоценивать свое прошлое типа все проблемы с детства меня папа не любил господи а кого папа любил вообще папа себя не любил короче вот эту всю херню в задницу не надо оправдывать свою убогую жизнь тем что тебя в детстве кто-то недолюбил люби себя сам чистыми руками с холодной головой и горячим сердцем все будет хорошо я ни в коем случае не обесцениваю страдания переживания мне это как раз таки сильно лучше чем простым чем простом больше людей понятно что депрессия это диагноз который хуже чем даже физическая боль чем открытый перелом это я тоже проживал и многие свои исследования вел как раз таки не от хорошей жизни в частности эмоциональное выгорание ковырял семь с половиной лет и только от полтора года назад мы его закрыли то есть теперь могу поход этим я могу похвастаться ни у кого в мире кроме меня нету этой технологии как справиться с эмоциональным выгоранием так что за этим ко мне можете обращаться да вот еще что все что я рассказываю сейчас и если вы решите ко мне обратиться в будущем неважно в консультацию в коучинг или какую-то программу пойти я никогда не прошу мне верить есть некоторые товарищи которые этом поверь и каждому воздастся дескать если нет результата значит и хреновый верил я говорю не так вы не надо не зачем верить в то что можно легко проверить веры требуют те кто не может доказать состоятельность своих воззрений или советов поэтому верить мне не надо вы послушайте попробуйте это применить и посмотрите что у вас получится вера без дела мертва есть кстати после того как с больницы выписался вот тут девушка рассказывала про жизнь во многих странах я уехал семьей в азии там полгода провел и так сегодня мы говорим про четыре ключевых фактора успеха или не успеха в любом деле первое что надо начать я образовал эти вот листочки там есть четыре ресурса они бесплатные я вам рекомендую их пара просмотреть как потом на досуге они все бесплатные они все контентные и если вы будете смотреть даже по четыре пять шесть раз вы каждый раз будете открывать что-то новое для себя при условии конечно если вы не будете космическими туристами а будете на самом деле честно это прорабатывать то есть слушать записывать и выйдет и делать те задания которые я там предлагаю окей вот например как прямо сейчас давайте прямо сейчас поиграем в игру я на самом деле медиум сейчас я подключить к астралу и угадаю чего вы хотите я сейчас считаю до 30 загадайте про себя три желания поставьте три цели три намерен эти раз два три 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 17 19 25 30 все время вышло три цели придумали вы загадали что-то связанное со здоровьем отношениями и деньгами у большинства людей больше сходств чем различий и если вы как видели хотя бы раз жизни одну доску мечты это вы видели их все они абсолютно одинаковые это не значит что не надо их делать если вы никогда не делали но чудо от этого ждать не надо на моем сайте зенуруфру а нет на моем канале youtube есть видео которое называется от волшебных таблеток волшебные побочки найдите его и посмотрите а и давай сейчас все анонс делу прям сегодня девочки достаньте по работа вот сейчас можно заснять да давай маша бараним зрителям в инсте я не знаю идет нас эфир или нет надеюсь что идет если идет ставьте лайки подписывайтесь и так далее что там принято говорить у меня сейчас появилась команда в том числе шахноза замечательная из москвы она ведет мой инстаграм если увидели что наш меня был убогий а сейчас стал лучше это благодаря ей потому что я я ничего не веду я очень спонтанный увидел кота сфоткал выложил все я не у меня нет медиаплана большинство всех вещей которая провожает про спонтанно сегодня мы с каратом ночью снимали видео потом причем снимали поехали мы его снимать в центр потому что был туман вот вот там кстати просветляющая идея у вас нет выбора уставать или не уставать ты либо устанешь от сделанных дел как мы с каратом либо ты будешь уставать от безделья так что силы ты не сохранишь никак каждый день ты становишься старше и ты будешь уставать то есть если вы для себя думаете то что я буду жить жизнь делать дела тогда когда буду в ресурсе удачи тебе с этим ты в ресурсе не будешь никогда смирись просто тут вариант либо ты будешь и вне в ресурсе затраханной с но с результатами либо ты будешь не в ресурсе затраханный и с голой жопой и разочарей планами которые переносится из года в год и которые ты никак не можешь закрыть вот такая страшная правда для подростков конечно это как серпом по яйцам потому что они хотят всего и сразу я тоже но если хочешь сразу ты получаешь как правило ничего и постепенно и так готовы записываем и так а нет я ждал пока вы настроите камеры воды вот и вот сейчас моя замечательная шахноза сказала мне что надо провести вебинар для женщин сегодня вечером моем инстаграме ссылку на него вы наверное видите я проведу вебинар для мамочек в декрете о том как женщине выйти из декрета быстрее и вернуться в социальную жизнь не только будь как быть не только мамой и женой но стать кем-то еще и неважно несколько месяцев твоему ребенку или же уже 25 лет у меня среди клиентов были такие и такие и как правило после декрета и не скажу у многих у всех женщин самооценка падает до нуля вы понимаете что когда игру у всех я имею ввиду почти у всех наверняка там на риск только сказать по нифига я вот вышли из декрета смотри вот я вот на боли и удачи я за вас рад но тем кому откликнулась сегодня вечером приходите на совместный эфир об этом поговорим а теперь вернемся к четырем фактором как нам делать дела первое что такое успех эту тему следующего stories чтобы вы понимали правильно что я собираюсь вам рассказать надо понимать что успех это не не денег мешок и уйду кишок это не количество ваших лайков или подписчиков это не есть некая фотография под пальмой на море то есть успех это всего лишь когда ты достигаешь того чего хочешь то есть если ты видишь что лежит какой-нибудь бомж с собакой ты не можешь заранее знать успешен он или нет потому что ты не знаешь чего он хотел есть например ты едешь на лексусе и думаю что что блин имею желание купить бентли а сам как последний бещаря еду на лексусе ты лузер ты не имеешь того что ты хочешь а вот этот господин который лежит собакой и пьет пиво и чешет яйца если он хотел так жить он успешен на сто процентов успех это совершенно конкретно измеримая категория если ты хотел заработать миллиона заработал девятьсот пятьдесят тысяч ты успешен на девяносто пять процентов вот в этом контексте если ты хотел завести четырех детей у тебя трое на 75 процентов ты успешен если ты хотел отрезать себе что-нибудь и получилось поздравляю ты успешен а если ты чего-то давно хочешь и это не получаешь не имеешь ты лошара ты не успешен чё бы человек не добивался он всегда имеет к себе претензии никто не в состоянии затрахать человека так как он способен затрахать себя сам поэтому когда меня спрашиваете бульдар у тебя столько клиентов там миллионеров миллиардеров как ты с ними общаешься господи да такие же люди как и все никакой разницы кому-то суп жидковат кому-то жемчуг мелковать короче успех это не есть какой-то эталон которому все должны стремиться у каждого он свой у меня нет прав и нет автомобилей кто из вас может посчитать то что я неудачник можете считать на здоровье но я считаю по-другому почему мне никогда не было прав и никогда не было автомобиля понимаете несмотря на мои годы хотя нет у меня есть права но они тайские на мотоцикл и они уже просрочен и так и так и так и так удача это когда ты получаешь какой-то благоприятный исход не прилагая к этому серьезных усилий то есть можно заказать фотосессию у фотографа будет успех заплатишь ему там 10 тыс он тебе сдаст фотографии а можно сейчас подойти к ряду сказать карат не меня пожалуйста по-братски получишь тот же результат не затратив деньги но возможно придется карета потом спасибо сделать каким-то другим способом короче удача это как ты получаешь результат не затрачивая обычных усилий для получения схожего результата понятно не путайте удачу и успех при этом вам надо знать еще одну очень грустную но очень просветляющую вещь мир несправедлив богатые богатеют бедные беднеют умные умнеют таксисты всегда будут таксистами чудес не бывает то есть сказано имеющему дано будет у неимущего отнимется это что имеет обидно да но ваша задача не быть неимущим потому что то как вы живете это результат ваших привычек в первую очередь и если у вас есть привычка нехорошая то она будет и дальше себя воспроизводить постоянно то есть буддисты говорят иначе если у тебя есть посох я дам тебе посох если у тебя нет посоха я отниму у тебя посох вопрос об млд сейчас когда мы уже его весь закрыли практически sky rat вот сейчас народ начал писать звонить и записываться причем тогда когда все скидки самые максимальные уже прошли и так всегда бывало есть и будет у всех во всем то есть какой ресторан больше всего ходит людей в тот в котором и так толпа и чем бы вы не занимались либо вы находитесь вот знаете есть такое выражение там вот правило по это 80 20 до вот поздравляю она устарела сейчас действует закон прайса 99 к одному половина всей продуктивной активности в любом деле обеспечивает квадратный корень числа занятых в этой области людей то есть один риэлтор закрывает 99 процентов прибыли к себе остальные 99 дерутся за оставшийся один процент один процент коучи имеет 99 процентов рынка это я остальные предлагают бесплатные консультации чтобы хоть кто-нибудь послушал хоть за 500 лет хоть что-нибудь бы у них купил и это кардинально разная картина мира и здесь нет такого что ты из одного вырастаешь в другое ты сразу должен вести себя иначе то что я сегодня расскажу возможно вам поможет это понять в общем то в принципе то что я сейчас вам даю она уже вам помогает а дальше вам будет понятно какое-то имеет какой из четырех вещей это относится иными словами если ты хочешь чтобы тебе везло ты должен быть успешным на два-три успеха всегда приходится как минимум одна удача это я вывел за 10 лет последних ведениям марафона личных достижений сейчас называется мастерской личных достижений потому что когда я изобрел это название в 2010 году марафон еще не было словом ругательным потом его скопировали и сейчас марафоном называется абсолютно все и все плюются когда слышит про марафон марафон когда-то придумал я сейчас я от него же отказываюсь надо и двигаться дальше потому что сейчас это слово ругательное как и слова коуч или психолог или там какой-нибудь тренер проси господи так вот я вас всех призываю быть на стороне победителей и мир несправедлив нету равномерного распределения благ внимания денег клиентов лайков уважения любви и так далее либо самодостаточен либо всю жизнь протянутой рукой в любом контексте тебе всегда будет что-то не хватать первым идет на ум денег но на самом деле может не хватать времени вам может не хватать здоровья вам может не хватать внимания своего или чужого на моем сайте zinurov.ru есть статья называется пять валют которыми мы платим за каждый свой выбор почитайте и и дальше про это говорить не могу время и так 4 на раздат на раздатках которые вам дал есть наводки на на мои материалы где вы можете спокойно вдумчиво все это проработать сейчас надо было вам это рассказать чтобы вы не путали удачу и успех потому что что сейчас буду рассказывать имеет отношение к успеху а не к удаче как стать удачливым у вас есть вебинар ссылка на вам ссылку на него я вам дал и в инсте он кстати тоже лежит там несколько способов как быть везучим самое главное это быть успешным я чё по и молдата что рассказывать за млд люди за 10 дней закрывают столько дел сколько они не закрывают за 3-4 месяца почему потому что на 100 дел которые ты закроешь своими руками у тебя как минимум 33 закроются как бы сами собой но мы заранее не знаем какие из них то есть везет тому кто сам везет много-много лет назад в 2006 году мы моделировали удачу и везение и мы его смоделировали это работает так итак смотрите теперь уже вернемся к вашему к нашим аспектам существует огромное количество факторов которые влияют на нашу успешность удачливость на наше самочувствие их очень много я все не перечислю я вам расскажу четыре про которые вы скорее всего никогда не думали и не обращали внимание чтобы это было сразу для вас применимо вспомните я вам давал задание придумать себе три желания или цели вот любой из них себе сейчас возьмите абсолютно любое и то есть то что вы хотите и того чего у вас пока что нет причем это пока что может у вас длиться уже на протяжении последних 5 10 или 47 лет осознайте ужаснитесь и живите дальше вот я вам предлагаю вот ту информацию которую сейчас буду давать сразу применять вот к этой не достигнутые вами цели у всех есть какая-то идея для работы потому что сейчас вы можете понять что же вам надо может быть на прям сегодня закроется напоминаю что слушать меня интересно греть я могу долго машите руками спрашиваете потому что того что меня тоже очень много контента и опять книг написала 2 диссертации и статьи очень много поэтому не стесняйтесь задать вопросы ты махал рукой нет есть все ли понятно по той части которая сейчас вам рассказал комментарии или вопросы есть если есть самое время сейчас их озвучить слушайте меня вспоминайте что ценного вы уже получили моменту прямо сейчас и постарайтесь это запомните сохранить для этого лучше это записать можете на оборотке писать не надо времени на это нет если что я буду озвучивать вопросы для наших зрителей спасибо за предложение она классная кайрат сидит записывайтесь на марафон достижения у кайрата плюс у вас на раздатках есть бумажка куда надо идти есть только сайт пока не работает он заработает завтра поэтому лучше пишите мне напрямую я вам информацию лично отправлю лекаряту обращайтесь если вы сделать это сегодня я думаю карат вам какие-то условия льготные обеспечат такое право у него есть если вы сможете в записи то пишите ему ватсапчик итак вы взяли первую вы взяли какую-то цель которую вас не достигнуто давайте посмотрим на нее с точки зрения кто вы первый аспект успеха или не успеха удачи или неудачи называется аватар несколько лет назад я очень плотно тусил с компанией глориум это сергей степаненко который продюсировал демчуга который купит ман из интернов и он том числе идет школу игры вот с ними я довольно много общался и работал и степаненко изобрел игру называется игра аспектов и вот эти четыре аспекта я буду брать из его игрового поля потому что так удобнее первый аспект нашего успеха или успеха это аватар аватар это ответ на вопрос кто я то есть кто ты есть в своих глазах это роль в которой ты пребываешь будучи успешным или не очень то есть кто я я великий мастер по изменению результатов путем изменения поведения человек волшебную палочку я уже давно перерос до посоха великого мага еще не дорос но где-то между я знаю кто я знаете ли вы кто вы посмотрите пожалуйста на свою цель через призму вот это вопрос а кто я давайте на примере может быть я вам это сейчас продемонстрирую кто хочет если вам не не цели тайны озвучите я на вашем примере это сейчас разберу давай что хочешь да денег хочу хорошо ты хочешь денег аспект аватара предполагает ответ на вопрос а кто хочет денег ты кто хочешь денег ты хоть денег хочет salue любовницой силу сексолог айсолу дочь айсолу матчи алкоголическая или целу кто понимаете если денег хочет айсолу сексолог это не тоже самое что денег хочет, например, АСЛУ-содержанка или АСЛУ-предприниматель. И опять-таки, АСЛУ какой сексолог? АСЛУ-сексолог, который пытается пятый год свою практику настроить, или АСЛУ-сексолог, который в поликлинике принимает людей по ОМС, или АСЛУ-сексолог, которая на самом деле никогда не себя еще и не продавала. То есть, аватар – это ответ на вопрос, кто я, это твой сильный образ. То есть, кто хочет денег? То есть, чья это цель, понимаешь? У меня не сильный образ, что с ним делать? Вот. Усиливать. Я вам говорю, то, что если у вас нет ответа на вопрос, кто я, у вас есть недостаток в коммуникациях с собой. Вы не понимаете, кто вы. Понимаете? А? Не лечи. Давай, послушайте меня сейчас. Применяйте это к себе в первую очередь. Я рассказываю сейчас. Смотри. Ответ на вопрос, кто я, это ответ на миллион вопросов. И когда у тебя нет четкой самоидентификации, то ты всякий раз принимаешь решение заново, идти налево или направо. И то, что интересно АСЛУ-сексологу, то совершенно не интересно АСЛУ-матери. То есть, это две разные роли, которые совершенно друг с другом никак не пересекаются, интересы которых друг другу противоречат. То есть, вы всегда обслуживаете интересы своего самого сильного образа, своей самой сильной роли. Если, например, ты за 2 метра ростом, за 100 килограмм весом, у меня много таких клиентов, но это так тебя видят со стороны. А сам ты себя, например, видишь мальчиком, который обоссался, которого избили на глазах у младшей сестры в школе. И ты до сих пор себя считаешь таким неуверенным подростком. То, понимаете, то, что ты делаешь, очень сильно зависит от того, что ты себе позволяешь делать. То есть, например, если у тебя есть четкая самонтификация, что ты какой-нибудь там религиозный активист, то тебе четко понятно, что тебе можно, а что тебе нельзя, что тебе достойно, а что тебе зашкварно, что тебе почетно, а о чем тебе даже думать запрещено. Если у тебя образ себя, как, например, там я мать, то, соответственно, у тебя есть свой набор страхов, проблем, целей, интересов и потребностей. Если вы какую-то свою цель до сих пор не закрыли, посмотрите на это с точки зрения того, а кто не закрыл эту цель и кому вообще она нужна. То есть, нужна ли АСЛУ-сексологу, в принципе, вот эта цель деньги. Понимаете, то есть, насколько это интересно. Может быть, это и вообще, может быть, это запрос какой-то другой цели, какой-то другой роли. То есть, например, если ты любишь танцевать, но у тебя прямо сейчас, допустим, горит какой-нибудь платеж по ипотеке, то ты свое желание танцевать, наверное, принесешь жертву тому, чтобы закрыть ипотечный платеж, чтобы не быть бомжом на улице. То есть, то, что ты делаешь, напрямую зависит от того, кем ты себя считаешь. И здесь есть два очень важных момента. Первое – это то, кем тебя видят другие люди, и то, кем ты видишь себя сам. Тут у каждого есть своя личная история. У нас есть ответ на вопрос «то я» зависит от нашей идентичности памяти. Как правило, ты себя видишь тем, кем ты привык себя видеть раньше. Например, трусливым подростком. Хотя тебе уже давно там 68 лет, и ты страшен, как черт, и тебя все обходят десятой дорогой. Или ты, наоборот, считаешь себя великим мастером, и по факту люди смотрят и думают, ладно, мы из вежливости ничего не будем ему говорить. Да-да, ты великий мастер, все, отойди. То есть, первое, то, что мы должны понимать, то, что ответ на вопрос «кто я», он должен быть. Если у вас нет сильного образа себя, когда вы не можете сказать, что «я» – это, и должен быть уверенный ответ, то вы будете плавать во всех остальных вопросах. Потому что наша идентичность, она критично важна. За нее люди убивают и готовы быть убитыми. Это настолько важно, это в нашей биологии. И когда этой идентичности четкой нет, когда у вас борются несколько образов, несколько ролей, вы каждый раз будете переключаться. Вот вспомните, типа, вот вечером заряженный, прям пипец, завтра вот встану и как начну жить. То есть, просыпаешься утром, и ничего не хочется, и нету ни сил, ни ресурсов и так далее. Почему? Потому что ты ставишь цели в одном состоянии, а реализовывать их приходится в другом. То есть, ты в одном образе себя что-то себе напланировал, и думать, ладно, завтрашний «я» с этой херней разберется. А завтрашний «я» говорит, типа, ну, спасибо тебе, вчерашний «я», иди-ка ты в жопу. А что ты мне сделаешь? И дни за днем прилетают. То есть, ответ на вопрос «кто я?» – это важный вопрос. Если у вас его нет, у вас будет пробел абсолютно во всем. Потому что, первое, значит, источник нашей идентичности – это наша память. То есть, кем ты себя помнишь, тем ты себя и считаешь, на самом деле. Второй источник идентичности – это наши собственные мысли, когда ты думаешь, а кем бы я хотел быть? И здесь я могу вслед за Питерсоном вам предложить никогда не приносить в жертву того, кем вы можете быть, ради того, кем вы являетесь сейчас. Дальше пошли. Вы можете быть человеком, который свою идентичность строит по обратной связи от других людей. То есть, если вас воспринимают как кого-то, вы будете соответствовать восприятию вашего окружения и тех, с кем вы общаетесь. С вашей референтной группы, например. Есть еще четвертый источник идентичности, про него я бесплатно рассказывать не буду. А я не обещал. Идем дальше. Подумайте. Если вы хронически не достигаете какой-то цели, то, может быть, ваши текущие идентичности, либо у вас нет идентичности четкой, то есть нету сильного аватара образа себя. Либо у вас их много и вас рвет. То вы хотите поехать в путешествие, потому что хочется свободы, то наоборот хочется какое-то путешествие, мне надо быть хорошей женой, а значит и хорошей матерью. А это значит сидеть на месте и никуда не ходить. При этом приходит, например, смс из налоговой, и ты думаешь, блин, я же еще и директор или кто-то там еще. Потом тебе звонит мама, и ты думаешь, плохая, я дочь. И так далее. То есть у каждой роли свои цели, свои интересы, свои намерения, свои проблемы и свои потребности. Они не пересекаются. Поэтому вы будете всегда обслуживать те интересы, интересы той роли, в которой вы находитесь на следующий момент. И если вы самостоятельно не выбираете свою идентичность, свой аватар, то они будут управлять вами. То есть роли, наши образы, это хорошие услуги, но очень плохие хозяева. Они все друг с другом борются. Понятна эта идея? Подумайте, насколько ваш образ, насколько ваш аватар в принципе пригоден для достижения той цели, которая у вас не достигается. И подумайте, какой образ, в какой роли надо быть, чтобы эта цель легко достиглась. Вот вчера мы с Кайратом гуляли, я говорю, о, пошли зайдем в этот бар. Я не пью, но мне захотелось зайти. Он говорит, не, не, не пойдем, там молодежка. Он говорит, мои семейные ценности могут быть, могут пострадать. Я говорю, там сиськи голые на баре пляшут. Он говорит, ну вот тем более, не пойдем. Я говорю, мужские. Он говорит, ну и тем более, не пойдем. Короче, его роль, семьянина, не допускает в принципе такой возможности. Причем моя роль допускает это. Хотя при этом семейные ценности это наше все. И это не значит, что они прям категорично на ножах друг с другом. Так, по аватару понятно, это первый аспект, первый фактор. Ответ на вопрос, кто я. Пока у вас его нет, вы будете, вас не будет. То есть, либо вы будете играть роли, в которые вы автоматически переключаетесь в вашем окружении, либо себя нельзя найти, тебя нет. Ты не можешь найти то, чего нет. Невозможно найти себя. Какие три источника идентификации я называл, помнишь? Вспоминай. Ответ на этот вопрос я давал, наводку тоже дал. А дальше в личную консультацию и сделаем. Но нельзя найти то, чего нет. Еще раз говорю. Это создается. Это все, что типа, как мне найти дом? Построить, как его еще найти? Что если его не существует? Роли это как одежда. Есть подходящие, есть неподходящие. Есть, которые соответствуют протоколу и не соответствуют. Есть та, которая тебе идет и которая тебе не идет. Та, в которой тебе комфортно и та, в которой тебе некомфортно. Та, которая тебе по карману и та, которую ты взял на прокат. Вот с ролями нельзя взять роль на прокат, потому что ни одна из них не бесплатная. Как и любая психологическая проблема, всегда платная. Если у вас есть чувство вины, например, сцеда или какие-то любые переживания, они не бесплатные. Вы платите за них абонентскую плату в виде тех денег, которые теряете, в виде тех денег, которые не зарабатываете и не получаете. В случае, если ваше ограничение психологическое. Второй аспект – это осознанность. В околопсихологической попсе или околопопсовой психологии, или психогомеопатии, к которой я отношусь весьма иронично, скептично и совершенно ее не уважаю, есть такой подход, что ты властелин вселенной, от тебя зависит абсолютно все, преграды существуют только у тебя в голове. Если вам резонирует это, обратите на это внимание. Вижу цель, не вижу препятствий – это прямая дорога в реанимацию. Кладбища полны людьми, которые были весьма… Как говорится, на Эвересте очень много трупов высокомотивированных личностей, которые видели цель и не видели препятствий. Препятствия есть, были и будут. Более того, что является для вас инструментом в одном, является очень большим затыком в чем-то другом. Чем ты более эффективен как руководитель, тем ты менее эффективен как муж или жена. И наоборот. Чем ты более эффективен как друг, тем ты менее эффективен как человек, который, например, заботится о своих интересах. Все роли друг другу противоречат. Вижу цель, не вижу препятствий. И вот когда летом будете куда-нибудь ехать на своей большой красивой машине, вот когда будете стекло отмывать, вот, это все те, кто видели цель и не видел препятствий. И вы это подспудно знаете и чувствуете. И поэтому вы по жизни можете двигаться очень медленно, на ощупь, либо не двигаться вообще. Потому что если вы врежетесь в невидимый бетонный блок на скорости 300 км в час, это не то же самое, чем если вы его аккуратно нащупываете, двигаясь со скоростью 1 км в час. Пока вы верите в то, что вижу цель, не вижу препятствий, что препятствий нет и что природа только в голове, вы никогда не будете эффективны, потому что жизнь вам быстро докажет обратное. Есть очень много преград внешних и внутренних. Второй аспект личной эффективности, успеха или неуспеха в любом деле, это осознание реальных преград. От внешних, которых множество и на которые вы никак не влияете. Вселенная не ждет твоих указаний. Солнце встанет независимо от того, нравится тебе это или нет. Погодой ты не управляешь. Если ты считаешь, что каждый человек является самым властелином своей судьбы и что каждый является тем, кто виноват во всех своих бедах, если вы так искренне считаете, идите в детский дом, найдите любого ребенка, посмотрите его в глаза и скажите ему, ты причина всего, что с тобой происходит. Если вас это не просветлило, я еще не знаю, что вам сказать. Два года жизни я провел в больницах, и я знаю, что есть вещи гораздо хуже быстрой безболезненной смерти. Поэтому вот эта вера в собственную всемогущесть, причем когда она не обоснована. Если она обоснована, честь вам и хвала, добро пожаловать в клуб. Но когда она не обоснована, а в случае, когда вы живете не очень хорошо и при этом продолжаете верить, что вы источник всего в своей жизни, ну тут два варианта. Либо ты мазохист, и тебе нравится так жить, либо все-таки признаешь, что Вселенная не крутится вокруг твоих распоряжений. То есть, узнаешь еще и адекватность. Есть три вида правды или реальности. Субъективная, объективная и политическая. Объективная реальность существует независимо от того, веришь ты в нее или нет, знаешь ты про нее или нет. Вода кипит при 100 градусах. Если тебе это не нравится, твои проблемы. Ковид-19 заразен и смертелен, даже если ты в это не веришь. Сколько у нас было этих блаженных, которые вначале говорили, типа у меня энергетическая структура сильная, никто из наших ковидом не заражается. Это все от низких вибраций энергии. До свидания и желательно от меня подальше. Потому что маски эти деятели не носили. И скольких они отправили на тот свет, веря в эту херню, ну это на их совести. Как я уже говорил, у нас есть два бича в этом мире. Это равнодушие или безответственность, и некомпетентность или идиотизм. И правда в том, что 9 человек из 10, это будут равнодушные идиоты, чем бы они ни занимались. К сожалению, это так. Что такое, 10% любого населения в любой стране всегда развивается, будучи взрослыми людьми добровольно. Остальные деградируют в личностном и профессиональном плане всю оставшуюся жизнь. Это не потому, что они плохие. Я вообще считаю, что как раз таки это 10%, это мы мутанты. Потому что в природе это не нужно на самом деле. Это генетическая разница. Я не делю людей на хороших или плохих, высших или низших. Абсолютно все одинаковы для меня. Но общаясь с другими людьми, вы должны это учитывать. Потому что это реально существующая преграда. Если ты будешь ее игнорировать, ты либо будешь двигаться по жизни на ощупь, либо разгонишься и врежешься в какого-нибудь некомпетентного идиота, который, например, вместо того, чтобы работать с тобой и зарабатывать большие деньги, возьмет и украдет деньги из сейфа. И ты будешь думать, как? Я же тебя из говна достал. Я же тебе работу обеспечил. Ты же благодарен должен мне быть. Ты же бы со мной заработал столько за полтора месяца, а ты вскрыл сейф и смодлил. Это реальный случай. Таких вам надо очень много рассказать. Как правило, мои люди, мои клиенты, это люди компетентные, которые много чего могут и заботятся о других больше, чем о себе. И препятствия к любой цели были, есть и будут. Если вы их не признаете, удачи вам с этим. Либо вы будете двигаться на ощупь по жизни, либо разгонитесь и расшибетесь. Причем чем ты старше становишься, тем меньше ты хочешь разгоняться. Это в основном молодые люди разгоняются до первого бетонного столба. Потом они либо умнеют, либо нет. Но, как правило, вы заметили, что с возрастом как-то гонор немножко уменьшается у всех. Ну, у всех по средней линии. Понимаете, что у людей успешных они с возрастом еще более успешны становятся. Хорошая новость в том, что перейти из одного состояния в другое можно. Но для этого не надо тюнинговать свои проблемы. Не надо свой геморрой и золотой пудрой присыпать и гордиться им. Сколько гранту не тюнингуй, Lexus из нее не получишь. Понимаете? Даже если мы возьмем две стоимости Lexus и вложим в тюнинг Lada Granta, это все равно будет хреновая машина. Очень любят молодые и не очень люди говорить, масштабирование, 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 масштабирование. Господи, у меня аллергия на это масштабирование. Что вы можете масштабировать, кроме своего геморроя? Вы сначала сделаете что-то, что вам будет нравиться, а потом уже это масштабируете. И неосознанность того, что твое масштабирование, потому что ты просто приумножаешь свои проблемы, это вот как раз таки тот аспект, о котором я сейчас говорю. Это реально существующая преграда, которая не признается и игнорируется. Некоторые люди особо блаженные, они даже, когда при них скажут слово, проблемы такие, нет, проблем нет, есть только задачи. Проблем не существует, есть только задачи, удачи. Если бы, как это так, жопа есть, а слова нет. Это проосознанность. В первую очередь проосознанность реально существующих препятствий и ограничений, внешних и внутренних. К любой цели у каждого человека всегда есть большое количество препятствий и ограничений. Понятна эта идея? Если есть аргументированные контраргументы против, вы можете их высказать. Я не призываю вас верить ни на слово. Но только при условии, если у вас есть чем возразить, а не тем, что мне не нравится, что ты говоришь. Укол мне тоже не нравится, но лучше боль от укола, чем боль после операции. Так, ну и сейчас, когда я вас поразил до глубины души, небольшая обратная связь. Регина, как тебе сегодняшний обед? Очень полезно и полезно. Будет еще больше полезно каждому, если вы, опять-таки, пометочки себе поделаете, потом по памяти это восстановите и, может быть, даже кому-нибудь расскажете. Потому что мы думаем только в тот момент, когда мы кому-то что-то говорим. Коучинги мне платят за то, что об меня можно поговорить. У меня немало клиентов, которые говорят, я по долгу службы, работы, вынужден общаться с людьми, которые сильно тупее меня. Я с ними деградирую. Что? Мне очень понравилось. То, что роли мешают друг другу. Если ты, значит, хороша в работе, значит, страдает там в семье, да, вот это вот мысли мне очень понравилось. Можно сочетать и семью, и работу, но если ты осознанно выстраиваешься роли. Представь себе, что ты султан, и у тебя есть гарем, и там у тебя тысячи наложниц. Или представь себе, что ты султанша, и у тебя мужской гарем, и там у тебя тысячи наложников. Каким бы любвеобильным человеком ты ни был, ну, вряд ли ты сможешь со всеми переспать больше, чем пяти раз за ночь. Полторы тысячи за год. Каждое ваше желание, каждая ваша цель, каждая ваша роль, это как вот этот вот обитатель гарема, неважно какого пола. Ты не можешь переспать со всеми ними сразу. Они все будут друг с другом конкурировать. Если ты хочешь путешествовать, ты не можешь, и ты хочешь оказаться в Индии, и в США ты не можешь быть, и там, и там. Тебе надо что-то принести в жертву. Да, ты можешь поехать и туда, и туда, но все равно куда-то ты поедешь в первую очередь, а куда-то во вторую. И в течение дня вы принимаете тысячи решений. Вернее, их принимают за вас, если вы не знаете, что вы хотите, и не выстраиваете иерархию своих ценностей. Незнание, чего я хочу, это тоже одно из внутренних препятствий, которые надо осознавать. В общем, второй фактор – это неосознанность, когда ты не осознаешь реальных преград к тому, чего ты хочешь. То есть, если вы что-то хотите, но этого не получаете, ну, наверное, что-то вам мешает. Нет такого, чтобы вам ничего не мешало. А если вы поймете, что именно вас останавливает, вы сможете это преодолеть. А если будете делать вид, что преград нет, ну, окей, ладно. Преград нет, стой дальше на месте. Преграды есть всегда. Если вы еще не там, значит, что-то вам мешает. Если что-то мешает, надо это найти и преодолеть. В этом идея второго фактора. Хорошая новость в том, что это можно преодолеть. Нерешаемых проблем нет. Непреодолимых препятствий не существует. Что-то вы можете определить самостоятельно, что-то с чьей-то помощью, но преодолеть можно все. Если знать, что преодолевать. Третья категория. Я уже устаю немножко. Третий фактор – это ценности. Это то, ради чего вы хотите получить то, что вы хотите. А, кстати, да. Вспомним вашу цель, которую вы вначале поставили. Подумайте, осознаете ли вы все преграды к этой цели? Что стоит между тобой сейчас и тем, что ты хочешь получить там? Почему ты еще не там? Если твоя жизнь не идеальна, значит, ты знаешь недостаточно. Приходите ко мне в консультацию, я вам расскажу о вас же больше. Потому что самостоятельно вы, скорее всего, про себя ничего нового не узнаете. Вы с собой живете уже много десятков лет. Сами себе вы ничего нового не сообщите. Все, что вы могли, вы уже себе сообщили. Идем дальше. Третье, короче, это ценности. То есть, это ответ на вопрос, ради чего мне достигать эту цель. В случае с сексологом ИСЛУ. Зачем цель эта нужна? То есть, какой результат результата? То есть, достигнешь ты цель, деньги. Что стоит за ней? Ради чего это делать? Понимаете? И дело вовсе не в том, что, детска, тебе надо обязательно знать, зачем тебе деньги. Это все чушь собачья. Деньги – прекрасная цель сама по себе. Да, отлично. Ну, какой-нибудь глупый поп-психолог сказал бы тебе, ну, шуршать же можно искусственными деньгами. Нет. Деньги – это витальный ресурс, это хорошая, достойная цель. Но вопрос в том, что будет дальше после того, как ты эти деньги возьмешь. Понимаете? Дело все, на самом деле, сложнее и интереснее. Мы очень плохо относимся к завершению игр и процессов. Понимаете? Если секс кончился оргазмом, значит, дальше секса не будет. Ничто не портит цель так, как попадание. И у нас есть огромная-огромная проблема у нас всех. Это скука. Пока у тебя есть недостигнутая цель, пока у тебя есть нерешенная проблема, пока у тебя есть геморрой, который кровоточит, тебе есть чем заниматься. А что ты будешь делать, если ты его вылечишь? На самом деле ты можешь чем-то заниматься. Но если ты заранее не знаешь, чем ты будешь себя развлекать дальше, ты будешь саботировать свои успехи. Скажите мне что-нибудь хорошее, потому что я сейчас начал думать про спамеров и забыл, о чем мы с вами сейчас говорили. Спасибо большое, у меня в голове что-то устраивается. Отлично. Но это еще не все, что не доделано, то не сделано. Чтобы кататься, левые лыжи мало. Нужно еще правые две палки. Сейчас я вам их дам. Скука, смотрите, проводились эксперименты такого. Понимаете, никто из нас не находится на грани выживания. Вы можете думать, что вы живете плохо и что вы выживаете, но это все чушь собачьей, вы не выживаете. Выходите в лес на пару дней, вот там вы поймете, что такое выживание. Берите с собой любое оборудование, все, что хотите и так далее. Цивилизация это лучшее, что у нас есть. И мы не выживаем. Вчера ночь, когда мы гуляли с Кайратом, там какой-то товарищ такой ночью говорит, вы не поможете этому автостопщику денежкой? Я думаю, не хочу эти денежки дали. Говорю, давайте, я еды куплю. Говорю, давайте, кофе. Окей, кофе я ему купил. Ну, 26 лет человеку, да вот ему так нормально жить. Мне так жить ненормально. Но даже он не выживает, понимаете? Если он сломает ногу, вот тут в больницу. В природе, если ты ногу сломал, все, ты умираешь. Короче, вы не выживаете. Не надо поднимать свою значимость, свою убогую самооценку, укреплять тем, что типа я такие проблемы каждый день решаю. Во-первых, это неадекватно. Во-вторых, это неправда. Вы боретесь не за жизнь, вы боретесь за качество жизни. И качество жизни, это в первую очередь жизнь интересная. И у каждого из нас есть, когда закрыты все вопросы с выживанием, встает одна очень большая проблема. Это скука. Проводился такой эксперимент. Сажали в комнату человека. И задача просто посидеть 4 часа. Забирали телефон, забирали книжку. И там кнопка. Нажимаешь на кнопку, у тебя херачат током. Все. Прикольно, да. 83% мужчин и 60% женщин нажимают эту кнопку по 4 раза в первые 2 часа. Потому что скучно. Потому что скучно. И если у вас нет ответа на вопрос, а что дальше? То есть у тебя, например, из всех целей и желаний только одна – деньги. Окей, если ты ее закроешь, у тебя больше нет ресурсов. У тебя больше не к чему двигаться, не к чему стремиться. И это самое ужасное. То есть как же я буду дальше жить? То есть нам нужна всегда цель за целью, за целью, за целью. И они не должны быть связаны друг с другом. Депо деньги заработаю, окей, потом тратить буду. На что? А вот на это. А потом на что? А потом на это. Интересно? Да. Все, появилась причина заработать твой пресловутый миллион. Потому что теперь это уже для тебя не Эверест цели, а всего лишь одна из множества ступенек к чему-то более интересному и важному, что стоит за этим. Я вот в вашей компьютере перспектива предложение делал полтора года назад. Если бы вы тогда его приняли, вы бы сейчас уже, я же вам посчитал, экономический эффект минимум 13 миллионов. Ну вы решили сэкономить. Ну и что? Много заработали, много наэкономили. Я просил сильно меньше, чем 13 миллионов. А это бы было, если бы, а это был бы экономический эффект от, даже если бы хотя бы наполовину, в половине случаев сработали мои рекомендации. Это минимальный гарантированный профит. Был бы. Понимаете, у каждого нашего решения есть цена ее достижения, и цена недостижения. Окей, вы решили сэкономить на коучинге. Поздравляю, сэкономили на отоплении зимой. Потому что, само собой, ничего не улучшается и не исправляется. Проблемы со временем становятся только хуже. Вспоминаем эффект Матфея. Если ты не выпалываешь сырники маленькими, они разрастаются до размеров Баобаба. Если ты экономишь на стоматологе, и не только деньги, но еще и внимание, боль, страх, то ты все равно к нему поедешь. Только уже будешь платить сильно больше, и будет тебе гораздо хуже. В МЛД у нас закрывается много целей, и я про стоматолога вспомнил, потому что каждый раз половина людей говорит то, что, типа, спасибо, я наконец-то сходил к стоматологу. Кайрат вчера у нас тоже кое-куда сходил. Итак, третье – это ценности вашего проекта, ценности вашей цели, то есть ответ на вопрос, ради чего это все. И если у вас мало целей, мало желаний, то исполнить желания означает лишить себя смысла дальнейшего существования, что очень-очень плохо. У одного из моих клиентов 5000 желаний, он их вывел благодаря мне, ему всегда есть куда стремиться. Это правильное состояние. То есть, когда у тебя много целей, много желаний, тебе не страшно лишиться одного из них. Поймите, что достигнутая цель – это цель, которой вы лишились. Вы понимаете, что это лишение. И если у тебя мало целей, то ты не воспринимаешь свой успех как что-то хорошее. Для тебя это минус, потому что это последствия. Вот есть такая штука, как вторичные выгоды. Вы, наверное, про них знаете. Кивните, если знаете, да? Вторичные выгоды – это когда человек не решает свою проблему, потому что у него есть что-то хорошее, что он от наличия этого геморроя получает. Но есть помимо вторичных выгод еще и вторичные невзгоды. То есть, это негативные последствия, которые тебя обязательно настигнет, если ты заработаешь в сексологии свой миллион. Или наполнишь свой ресторан столькими людьми, что яблоку будет негде упасть. Или станешь таки топовым блогером, и у тебя будет там 3 миллиона подписчиков. Любые цели можно свести к измеримым критериям, а цель, которую мы свели к измеримым критериям, можно достичь. Но подумайте, примитивно к вашей цели, что плохого у вас будет, когда вы эту цель закроете. И как минимум негативная последствия в том, что у вас больше не будет этой цели, и что же вы будете делать дальше? Дальше надо будет бить себя током. Скука. Вы слышали, наверное, про такой эксперимент? Вот в школе нам рассказывали наркологи, что типа никогда не берите там наркотики, потому что вот на крысах ставили эксперимент, и они становятся наркоманами, перестают пить, есть, только сидят и нажимают на клавишу, которую им дофамин впрыскивает. Вам в школе такое рассказывали? Короче, правда заключается в том, что наркоманами становятся только крысы в изоляции, когда у них нет игрушек, когда у них нету общества, когда им не с кем больше пообщаться. Вот тогда им остается только наркоманить. Но если эту крысу наркоману возвращают в крысиное сообщество, там, где у нее есть игрушки, там, где у нее есть партнеры по играм, там, где у нее есть сообщество, она теряет интерес к наркотику, он ей становится не нужен. Понимаете? Алкоголик пьет не от хорошей жизни, потому что он отгораживается от своей убогой, унылой реальности. Если реальность станет поинтереснее, то необходимости в наркомании не будет, в алкоголизме, ни в чем. Потому что эта зависимость, она не столько химическая, сколько... Это вопрос выбора. А что еще делать, если не бухать? Вот если делать нечего, тогда бухать. Но если появляется альтернатива, если становится интерес к жизни, то алкоголь не нужен. И вам не нужны ваши проблемы, от которых вы тоже зависите в наркомании. Это совершенно такая же наркоманская зависимость от своих проблем. Во-первых, вы так защищаетесь от неопределенности, как и любой алкоголик или травокур. Потому что самое страшное – это неопределенность. А так, вы знаете, есть маяк, вот он светит мне 15 лет, я 15 лет хочу выйти замуж успешно, до сих пор не вышел, но по крайней мере я знаю, где я буду счастлива, наверное. А если я выйду замуж счастлива, а что я дальше буду делать? Непонятно. И вторичные невзгоды. То есть, что плохого случится, когда эта цель будет достигнута? Вот про это подумайте, что плохого несет вам достижение вот этой цели. И придумайте, как эти негативные последствия нивелировать. И подумайте, как эти вторичные выгоды вы можете себе получить, не отказываясь от миллионов сексологии или от всех других вещей, которые вы для себя хотите. И четвертое. По этой части понятно? Есть вопросы или комментарии? Так, надо оживиться. Руслан, как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую. Я хотел спросить про преграды. Там были реальные преграды? Они все реальные. И политические. Не политические. Правда, я говорю. Объективная правда, субъективная правда и политическая. Объективная правда – это реально существующая вне зависимости от твоего знания и отношения к ней. Субъективная правда – это то, во что ты веришь. Если ты веришь, что солнце встает, потому что ты подрочил левой рукой, то ты считаешь, что это так. И думаешь, что на тебе великая миссия каждое утро просыпаться и обеспечивать полушария теплом. Но это не так. Ты действуешь, исходя из того, во что ты веришь, но с объективной реальностью это не пересекается или пересекается частично. Например, вы можете верить в то, что терпение – зло, а страданиями человеческими душа совершенствуется. Полнейший чушь и бред. Никого еще страдания лучше не делали. Это вид субъективной правды, который обычно касается тех вещей, на которые тебе плевать и которые тебе вдалбливаются из каждого утюга. Для того, чтобы сформировать отношение к тому, что фирма «Люкс» – это хорошие кроссовки, а голосовать за партию «Голубых» – это самое правильное решение, если ты пенсионер. Нет, я никого не имею в виду. Политическая – это то, политика – это квинтэссенция экономики, это, в первую очередь, идеология. Например, убеждение, что сажать картошку надо по лунному календарю – это, в общем-то, тоже полетит, это тоже часть политической правды. Или то, что там стричься надо на растущую луну. То есть это то, во что вы можете верить, но откуда, где источник этой информации, почему вы в это верите? Потому что все подружки так сказали. Потому что лучше вебинары проводить по вторник вечером. А лайки надо ставить обязательно средним пальцем правой ноги. Иначе подписчиков не будет. В 2016 году я писал статью на тему трансформации страхов в цифровую эпоху и рассказывал про мифы интернета. Ничего не поменялось. Раньше люди верили в духов дымовых и боялись подков или, например, черных кошек. Сейчас люди боятся какого-нибудь там чудо-вируса 25-го кадра или Wi-Fi-излучения. Или несертифицированных шапочек из фольги. Итак, четвертый и последний аспект, про который я вам сейчас расскажу. Вы этот вебинар можете пересматривать раз в 10. И каждый раз будете открывать новые. Я просто очень вас люблю и уважаю как людей, которые развиваются. Как я уже говорил, всего только 10% взрослых людей вкладываются в свое развитие, будучи взрослыми людьми. Причем не путайте. Развлечение и обучение это разные вещи. То есть, Тони Робинс это не про обучение, это про развлечение. Как и Лобковский, например, или так далее. То есть, они продвигаются по правилам медиа, а не как обучающие продукты. В развлечении ничего плохого нет. Это хорошая вещь. Просто не надо себя обманывать и обманываться. Если вы сходите на какой-нибудь рок-концерт и потом скажете, он измилил мою жизнь, ну, нет. Вы просто получили новые впечатления, может быть, приняли какое-то решение, но вы ничему не научились. Учитесь вы только тогда, когда в хорошо знакомых ситуациях у вас появляется больше возможностей. Не умела ты разговаривать на английском языке, а сейчас можешь поддержать беседу в течение часа и понимая, что тебе говорят. Вот, поздравляю, вот это и есть результат развития. Была у тебя там 200 тысяч в кассе, после моей консультации стало там 380. Вот эта разница в 180 тысяч, это и есть результат вашего развития. Не путайте, пожалуйста. То, что ты что-то узнал, что-то почувствовал, это не значит, это ты развлекся. Особенно, если у тебя эмоции какие-то, появились. А вот когда ты в хорошо знакомых ситуациях получаешь иные результаты, внешние и внутренние, например, ты можешь спокойно выступать и не бояться, что о тебе подумают, если скажешь слово «жопа», или наоборот, начал бояться и быть тактичным. Вот, например, если я обращусь, девушка делом этикетом занимается, она скажет, «Альдар Ильясович, не говорите «жопа», говорите «задница». Все, я запомнил, все, теперь я этот, теперь меня можно на Букингемский дворец. Итак, в общем, как оценивать свое развитие? Если ты сегодня можешь, то что ты не мог вчера, ты развился. Если нет, нет. Дальше пошли. Если ты сегодня можешь меньше, чем ты мог вчера, ты деградируешь. Есть, например, некоторые персонажи, у которых... Ладно, не буду рассказывать. Там можно догадаться, о ком идет речь. Я берегу тайны своих клиентов. Четвертый аспект ваших успехов и неуспехов, первые три мы разобрали, это команда, союзники, единомышленники, люди, которые вас окружают. То есть, посмотрите, пожалуйста, на достижение либо не достижение вашей цели с точки зрения того, что вы являетесь не сферическим конем в вакууме, а вас окружают другие люди, и они могут вам помогать или мешать. Например, есть ли у вас союзники в достижении этой цели? Как правило, в современном мире все наши цели, они сложные, они непростые, они требуют скоординированного, взаимодействованного, слаженного усилия многих людей. Если у вас нет таких людей, то вы ограничены своим личным вниманием, своим личным здоровьем и своим личным временем. Скажите, пожалуйста, вам нравится, как я сейчас выгляжу? Честно только. Да. А теперь другой вопрос. А помните, как я выглядел раньше? Я сейчас выгляжу лучше или хуже, или так же? Лучше. А всего лишь я достал свои часы, которые 10 лет не носил, закатал рукава и вот собрал такую комбинацию и рисовал верхнюю пуглицу. Потому что Татьяна стилист, которую я вам рекомендую, она, кстати, первый стилист, который оказался вменяемый, адекватный, она не стала говорить, у тебя все говно переделывай, она сказала, что вот это вот с этим, вот здесь рукава закатай и часы носи, они дорогие. Я думаю, ну да. Короче, каждый профессионал в своем деле, карат умеет хорошо видео снимать, а Руслан умеет там лицензии делать, ну секс, секс, я надеюсь. Короче, самостоятельно вы ограничены своим личным опытом, своей личной историей, своими тараканами, своей некомпетентностью, своим равнодушием. Шахноза, которую я тоже рекомендую как своему имуществу, она инстаграм любит и умеет и знает, она его чувствует. Я нет. То есть, я гораздо меньше, да, для меня инстаграм это вообще пустой звук, но есть и есть. Я вообще просто вел как отчет из путешествий своих, потому что мне казалось, что это очень интересно, я посетил, там, не знаю, стран 30, наверное, и всегда там снимал то, что интересно, я там вижу. Но, это интересно только мне, а вот люди в инсту заходят за чем-то другим. Может быть, посмотреть, я не знаю зачем. Я до сих пор этого не знаю, и, честно говоря, даже вникать не хочу, это не мое. Подумайте, каких лично вам навыков, знаний или умений не хватает для того, чтобы вы достигли эту цель? Или что вас останавливает? То, что ты не можешь сделать сам, сделай с кем-нибудь другим. Лично мой подход такой, вот вам 300 рублей, позовите, когда будет готово. я могу много чего сам сделать, фотографироваться, причесываться, подбирать гардероб, но это будет так себе прическа, так себе фотографии, так себе гардероб. Потому что, стилист я гораздо хуже, чем психолог и коуч. То есть, публично выступать я умею, но это не значит, что я умею так же хорошо монтировать видео, как это делает Кайрат. Или создавать, я был 8 лет юристом, и я не проиграл ни одного дела, но я никогда не создавал приложение по юридическим услугам, как это делает сосед Регины. И да, приложения еще пока нет у него в iOS, но в Android уже есть. То есть, соответственно, в этом он круче, у нас всех вместе взятых. Посмотрите на свои цели с точки зрения того, кого бы в команде вам было полезно иметь, чтобы эта цель достиглась легко и просто, или эта проблема решилась легко и просто. Мы не можем не вспомнить наш любимый агентств недвижимости, которая сэкономила и протеряла как минимум 13 миллионов только за последние 15 месяцев. Минимум. Самостоятельно мы все ограничены своим личным опытом и своей личной историей. Поэтому нужна команда. Раньше у меня было такое ограничение, то что в рот я имел создавать вечное отношение с людьми, потому что я уже с ними ну, игрался и разочаровался. То есть, совершенно не хотелось связывать себя обязательствами, давать клятву кровью, что типа, теперь мы всю жизнь будем вместе строить команду. Недавно я хотел купить одну франшизу по доставке еды. Мне звонит какая-то блаженная и говорит то, что расскажите о себе. Я говорю, слышь, ты мне, ну, я вежливо говорил, типа, вы мне не прислали никакой информации, говорит, а мы ее не присылаем, мы сначала хотим убедиться в том, что вы подходите нам в команду. Я говорю, ты опухла там? Ты подождаешь франшизу за полтора миллиона рублей, и ты хочешь, чтобы я тебя сейчас убеждал, что я в какую-то команду вхожу? Иди-ка ты в пень. Блин. То есть, я очень не люблю, когда вот так вот выстраиваются сверху. То есть, это кому вообще надо? Выходную франшизу хотите продать и хотите, чтобы я вас убью, что я в вашу команду вхожу? Что за детский сад? Вот, это меня категорически не устраивало и не устраивает, но союзники могут быть временными. Таня помогла мне сформлять гардероб, это не значит, что я должен теперь с ней всегда советоваться, всегда к ней обращаться, или что она должна всегда приходить ко мне на деловые обеды. Я ее, конечно, пригласил, и я бы с удовольствием ее рекомендовал, но никаких претензий в том, что у нее своя жизнь нет. То есть, союзник может быть временным, вы можете нанимать наемников, то есть обратился, получил результат, все, разошли, живете дальше. Вот, как попутчики в поезде, вы можете ехать, например, три дня в купе, вы можете душево с человеком говорить, потом вы расходитесь, больше никогда не встретитесь и на здоровье. Но эти три дня в купе вы провели хорошо, весело, и вам было интересно друг с другом. То есть, посмотрите на свои цели с точки зрения того, что команда для их достижения, она может формироваться чисто под эту цель, и потом, когда вы ее достигнете, вы спокойно разбегаетесь дальше по своим жизням. Я вижу вот понимание в ваших глазах, когда вы скажете, типа, не хочу я создавать вечную команду. Команда эти должна быть вечной. И более того, оборотная сторона такая, если вы занимаетесь каким-то бизнесом или увлечены каким-то спортом, вы начинаете всех своих друзей туда тащить на аркане, давай ко мне, не надо. у каждого своя жизнь. Друзьями надо дружить, с работниками работать, с клиентами зарабатывать, плясать на дискотеке и плавать в бассейне, не смешивать эти вещи. Четвертый аспект – это команда. Если у вас команды нет, возможно, это является вашим ограничением. Команда может составать из одного человека, который может меняться. Сегодня тебе нужен СММщик, завтра таргетолог, послезавтра фотограф. Вчера тебе нужен коуч, а прямо сейчас тебе нужен Руслан, чтобы он тебе сказал, типа, ей-ей-ей, давай набухаемся тебе. Это пример. Каждому что-то нужно. И у каждого что-то есть. Для кого-то вы являетесь союзниками. То есть, воевать в одиночку – это тяжело. Особенно, если воюешь на 2-3 фронта. Каждая ваша цель отжирает ваши ресурсы. Я вам рассказал про 4 фактора, которые могут вам мешать или помогать в ваших делах. Как вы себя чувствуете? Пока здесь Кайрат, можете к нему подходить и спрашивать про МЛД. Он уедет через час в Магнитогорск, он оттуда родом. Ваши листовки, пожалуйста, сохраните. Мне будет приятно, если спустя какое-то время вы мне отправите обратную связь вот тем вашим успехам, которых вы достигли благодаря... А я вам не дал, да? Они разные. Давайте я вам сейчас выдам. Прямо сейчас мы никуда не торопимся. Спокойно переварите все то, что вы... Сейчас дам. Все спокойно переварите все то, что вы услышали. И если ей что-то сказать или спросить, говорите или спрашивайте. Ладно. Руслан, я тебя тоже люблю. На. Слушаю. Аплодируем. Плоджан нашли. Спасибо, спасибо, спасибо. Конечно. Были рады тебя видеть, приходи еще. Пиши, звони, кидай на счет. Ну, кстати, если было полезно, можете и денег перекинуть. Посмотрим, сколько ваше спасибо весит. Да, слушаю. А вы можете озвучить свой суммарный доход за месяц в прошлом году? Могу, но не буду. Деньги любят тишину. Считайте то, что я писатель и все выдумал. Я так, прям усапочнее. Как говорила одна бабушка одного друга, никогда не говори, с кем спишь и сколько зарабатываешь. Особенно не говори, сколько ты зарабатываешь благодаря тому, что с кем-то спишь. Секс и деньги это максимально перегретая цена. И поймите, я не предлагаю, я не бизнес-тренер, я не инфо-цыган, который вам говорит, что смотрите, вот мой вертолет, давайте я вас начну, как зарабатывать деньги. Я вообще не верю, что можно вас научить зарабатывать деньги, если вы не умеете. Это навык. Если вы уже умеете деньги зарабатывать, с моей помощью вы можете зарабатывать больше. Причем то, что я обычно людям предлагаю, это удвоится за год. Но совершенно никаких волшебных таблеток о том, чтобы стать миллионером, если ты был до этого бомжом, не существует, нет, не было и никогда не будет. Неприятно, грустно, но давайте будем так. Возможно, такие методы есть, но я их не знаю. И я их не предлагаю. Я даю гарантию на проверяемые результаты своей работы. И да, положу руку на сердце, люди начинают больше зарабатывать, но они никогда не приходят ко мне именно с целью больше зарабатывать. Это всегда побочные результаты или опилки. Когда я отписывался в МЛД, он не планировал закрыть ипотеку за пару месяцев, которую надо было платить 7 лет. Это всегда... Видите, есть некоторые вещи, они очень плохо закрываются, если вы их планируете и ставите цель. Например, совершенно невозможно ставить цели на других людей, потому что ты не знаешь, как ты будешь себя чувствовать по отношению к этому мужчине или этой женщине через день, год или даже час. И вот я сегодня буду проводить вебинар для мамочек, которые вышли из декрета или хотят выйти. У мужчины ядро личности смещается на его дело, у женщины на детей. То есть, если мой бизнес не в порядке, то и я не в порядке. Если мои дети не в порядке, то и я не в порядке. Ни одна женщина не считает, что ее дети в порядке. Поэтому чувство вины передается от матери к дочери с поколения в поколение. И почему оно возникает? Потому что, в том числе, потому что, типа, я не чувствую бесконечной любви к своим детям. Я плохая мать, я плохой человек. Или как это так? Я выходила замуж за этого мужчину, а теперь я на него смотрю, и у меня совершенно нет тех чувств, которые были. Я плохая, потому что я не испытываю тех чувств, которые я, сука, должна испытывать. Поэтому любая цель на другого человека это сразу способ сесть в жопу через какое-то очень короткое время. Финансовые цели, если вы не умеете их ставить, и особенно если верите в то, что есть некие волшебные таблетки, как из бомжей в миллионеры перепрыгнуть, это такая же ловушка, которая ведет только к разочарованию в себе. Более того, ну скажу, вы знаете, что какой-нибудь там суперверс зарабатывает там миллиард. Вы понимаете, что никогда вы миллиард зарабатывать не будете, если вы адекватный человек. Ну, при условии, что вы сейчас не зарабатываете полмиллиарда. И дальше вы начинаете себя обесценивать, думая о том, что окей, если я зарабатываю сейчас 300 тысяч, ну буду я зарабатывать 600, но это же никакой разницы с миллиардом долларов нет. Нахер вообще что-то начинать делать? И такая тоска становится на душе, и так жить противно, и уже и не хочется. Поэтому отпустите некоторые свои цели и займитесь чем-то, что для вас действительно важно. Тема денег, она очень эмоционально перегрета, к ней практически никто адекватно не относится, к сожалению, и это очень большая проблема. Спасибо за вопрос, мне не жалко ответить. Я ответил так же, как отвечаю последние 19 лет. Можно вопрос? Конечно. Спасибо. Сейчас у нас, мы откатали обязательную программу, так что сейчас у нас программа произвольная, вы можете задать совершенно любые вопросы, в том числе и не по теме на здоровье. Мне не жалко ответить. Да, я хотела поуточнить про борьбу ролей. Здесь обсуждали. Очень такая тема актуальна. А если уже принято, человек принял решение о том, что он будет играть тысячу ролей в жизни, как с этими тысячу ролей справляться? Я тебе расскажу, как оно на практике есть. То, что я сейчас рассказываю, это опять-таки не мои фантазии, это все результаты исследований. Во-первых, у каждого из вас есть одна ведущая роль. Там нет тысячи ролей. У вас есть роли, которые возникают под какую-то задачу. То есть роль это инструмент, это одежда. Они не вечные. Но есть обычный набор ролей, это 3-4-5-7 максимум, которые вам хорошо знакомые, вы в них переключаетесь. У нас есть 3 контекста, которые вас переключают. Первое, это работа. Второе, это дом. Третье, это отношения с другими людьми. С папой ты один, с мамой ты другой. С папой и мамой одновременно ты третий. Вы замечали, что у вас меняется походка, осанка, голос, мысли, настроение? Просто, когда вам позвонит один человек, у вас одно настроение, у вас другое настроение. Это переключение ролей. Но оно неосознанное. И поэтому очень большая проблема у тех, кто работает дома и не умеет разделять отдых и работу. В МЛД мы очень жестко разделяем отдых и работу. Мы там 3 часа всего работаем, остальное время балду пинаем. И это работает. Так же, как сердце. Кстати, слушайте, друзья, я же забыл. В пятницу здесь же я буду проводить деловой обед на тему как отдыхать в 3 раза эффективнее и без чувства вины. Так же в 13.00 в пятницу, я надеюсь, в этот раз нам не придется столы переставлять, как сегодня, потому что я уже заранее хочу отдыхать. Спасибо. А? Ай, ну и на здоровье. Я не знал об этом, но спасибо, что сказали. В общем, в пятницу буду рассказать про отдых. Да, дайте про отдых я в пятницу расскажу о том, как отдыхать раз эффективнее и без чувства вины. Так же будем трансляцию проводить, потому что отдыхать люди не умеют. Во-первых, потому что, ну такую подсказку дам, то, что ты ни хрена не делаешь, это еще не значит, что ты отдыхаешь. А в чем разница, расскажу в пятницу. Прокрастинация. Прокрастинация тоже сюда относится. В общем, про роли. Если ты, роли можно есть... Можно я тогда немножко поясню, чтобы, может быть, я как-то очень... Ты хорошо спрашиваешь, просто это огромное... Нет, просто эта тема, ты конкретно вопрос задал, но эта тема огромная. Понимаешь, на него нельзя однозначно ответить, не рассказав тебе все, что надо знать в этой теме, хотя бы в минимуме. То есть, условно говоря, как вот, Кайрату жена говорит, типа, научи меня снимать видео красивое, но за полчаса. За полчаса я тебе научу только телефон включать, понимаешь? Окей, спасибо. Я здесь больше имею в виду основные сферы жизни, предположим, если принято решение работать в нескольких сферах, плюс еще есть семья, и вы сказали... На ты общаемся мы друг с другом. Ну, мне так комфортно на данном номере. Вы ко мне можете на пень, я пока к вам на вы. Вы просто сказали, что если мы выбираем какую... Ну, то есть, одна роль ведущая, в любом случае остальные роли страдают. Они все страдают. И ведущая, это не та, в которой ты 100% времени, ты все равно переключаешься. И здесь вот не борьба ролей, а война смертельная. Роль живет только тогда, когда ты ее играешь. Ну, получается, в этот момент я могу выполнять свою конкретную роль на 100%, а в другой момент другую свою роль... надо переключаться из роли в роль, да. То есть, все-таки это возможно? Да. Какой основной инструмент? Осознанность. Основной инструмент это понимание, кто ответ на вопрос, кто я. Смотри, не бывает ролей хороших и плохих, как не бывает хорошей и плохой одежды. Бывают роли уместные. Знаете, здесь два параметра. Смотрите на то, насколько вы эффективны в этой роли и насколько вам комфортно в этой роли. Я сейчас занимаюсь тем, что провожу для вас деловой обед и рекламирую МЛД, чтобы Кайрату легче было его собирать. В этом году он собирает. Эффективнее в этом? Да. Многие из вас, я знаю, уже придут. Комфортно мне в этом? Да. Отлично. У меня нет причин менять свою роль. Я продолжаю оставаться в роли коуча-спикера, в роли мастера. Потом я пойду, например, из деревни привезу ребенка, наверное, в субботу и в гробу я видел и МЛД, и Кайрата, и коучинг и так далее. Я переключусь в роль отца. Понимаешь? Потом, когда я пойду куда-нибудь, там, не знаю, с Русланом гулять, у меня будет там роль какого-нибудь эгегей-приятеля, типа, пошли в баре плясать, например. Да, это и есть, то есть, как содержит, у нас нету какой-то универсальной одежды на все случаи жизни. Мы ее меняем и роли тоже нужно менять. А ведущая роль, она еще называется слипшаяся роль или вонючая роль, потому что также, если ты все время ходишь в одной и той же одежде, она начинает вонять. Когда ты всю жизнь пытаешься строить из одной роли, ты начинаешь быть очень противным для всех и для себя, потому что не бывает плохих ролей, но бывают, но, опять-таки, если я был коучем всегда и в отношениях с ребенком, и в отношениях с друзьями и когда я там в налоговую еду и когда, допустим, книжку читаю, то я буду так себе гражданином, который налоговую, так себе читателем книги, понимаешь? То есть, здесь надо осознанно это переключать. Это ведущая роль, иначе называется с роль или слипшаяся роль. Тат, когда ты вот всегда себя видишь только сексологом, например. Много лет назад, очень много лет назад, еще больше лет назад, как-то к нам на тренинг живой в Уфе пришли очень известные на тот момент пикаперы. Был такие пикаперы, помните пикаперы когда-нибудь? Они и сейчас есть, но уже где-то там внизу, типа «Энды не вмешиваются в дела, люди». Короче, и вот первый день это был, по-моему, эриксоновский гипноз, если мне память не изменяет. И вот первый день они соответствовали своей роли, то есть, типа там подкатывали ко всем девушкам и к этим штуардескам нашим. Вот. А на второй день они уже такие, они уже устали от себя, потому что ты устаешь от себя, ты устаешь от своей роли. А можно мы вот просто чаю попьем и не будем это вот флиртовать? А можно вот я не буду приставать? Можно я не буду сейчас изображать из себя какого-то великого пикапера? Понимаешь? А можно я вот, а можно я не буду мамой вот хотя бы вот эти 15 минут? Дайте я в туалете спокойно посижу, да? То есть, любая ведущая, любая роль, она тебя утомляет, поэтому их и надо менять. Даже вкусная еда, если есть ее каждый день, приедается. Понимаешь? Вот такой ответ про роль. В прошлом году я проводил 72-часовой проект «Кардинальное самопознание и радикальное укрепление самооценки». Не знаю, если в этом году соберется, если Кайратова соберет, в этом году тоже проведу. Просто я, конечно, человек добрый и щедрый, но пределы моей доброты и щедрости, они ограничены моим настроением. поэтому, 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 если проведу, приходите, ну, или приходите в консультацию, там мы это персонально за полтора часа разберем. Моя консультация идет не час, а полтора. Спасибо большое. Еще вопросы? давайте последний вопрос. В общем, пишите, звоните, кидайте на счет, все листочки я вам раздал, буду рад вас видеть в МЛД. Телефон Кайрата у меня, спрашивайте, я вам скину. Да, вопрос, пожалуйста. 10 тысяч рублей сейчас. Мастерска личных достижений, это проект, он начнется 20 ноября. За 10 дней этого проекта вы закроете дел больше, чем за предыдущие 3-4 месяца. Более того, я могу с вами сейчас забиться на любую сумму. Вы можете до 20 ноября закрывать свои дела и достигать своей цели любым способом и ускоряться как хотите. И все равно в МЛД вы закроете больше. Если нет, то я проиграл. Но я еще ни разу не проигрывал. Это, это, это флагманский мой продукт. Я провожу один раз в 2-3 года. Там вечера говорю, за 10 дней вы успеваете больше, чем за 3-4 месяца. Кайрата вам расскажет. Кайрата вам расскажет и мне пишите. Там 4 варианта участия и 3 уровня сложности, как в компьютерной игре. Можно повышать или понижать. Пакуару мой. Вы отправьте мне после вебинара, после тренинга, после обеда я вам всем отвечу. Так, ну и вечером всем, кому актуально выйти из декрета, приходите. если вы засняли меня сегодня в инсту, отметьте себе, пусть ваши подруженьки тоже приходят. Я думаю, это, я не буду повторять этот эфир, сегодня мы с Шахнозова проведем и потом все. Спасибо большое, что были, вы красавцы и я тоже. Спасибо. Благодарю. До свидания. Благодарю.